Рокутаген, а ты на Варфест поедешь? Не, Варфест когда будет, я буду на юге. Солнышко, знойное, жаркое. Ух, прямо хорошо будет. Так что нет, на Варфесте меня, к сожалению, не будет. Я бы поехал, но так получилось. Фу, Рокутаген Ливер. Да, есть такое, Ливер. Хэдшот! Гаукио! Музголом! Кинокомпания не та кнопка, и Мозголом Продакшнс представляет. Синдром тараканов, или как бороться с Ливерами. Хэдшот, дедка, у вас оунда. А, хорошо. Благодарю, Кэп. Тюхо! Отдыхать. Приветствую вас, ладей, джентльмены, другие подруги. С вами Мортин, капитан Очевидность, и сегодня Рокутаген в очередной раз будет вещать мудрые вещи или не очень. Посмотрим, как вам понравится. Хэдшот, малыш. Но перед этим, по нашей доброй традиции, отличненький анекдот. Анекдот такой. Сейчас я возьму его в ротик и буду отсасывать. Петрович, ты задолбал! Быстрее отсасывай бензин и поехали! Ха-ха-ха. Да. Петрович, как всегда, не подражаем. Круто. Мне нравятся анекдоты про Петровича. Они душевные, я считаю. Вот. И кто-то, как всегда, напишет, что они не душевные, но, впрочем, всем насрать. Да, именно так. Играем мы с валом, играем мы на ангаре. Любимом, в кавычках, в моем ангаре. Да. В общем, вы знаете, как я к ангару и нефтебазе отношусь. Кроме... Оооо! Нагиб! Вот это вот такие моменты, да. Они позволяют даже ангар полюбить, почему бы и нет. Поговорим сегодня про ливеров. Больная тема. И ангар одна из тех карт, где их много. Но, впрочем, в командном бою это не важно. На самом деле, чем меньше нас, тем больше противников, тем лучше. Но... Есть одно маленькое но, и даже не маленькое, я вам скажу. С введением наград за первую победу дня у нас ливеров стало просто тонна в Варфейсе. Ливают везде. Ливают чуть ли не все. Ливают постоянно. Что с этим делать? Ну-ка. Вот так, детка. Давай! Давай! Мазгалом! Да! И смотри-ка, Рокутагин в кой-то веке разошелся. Че, клешни гибкости обретают вновь, да? Есть немного. Не, мои клешни уже не успеют обрести, потому что я уеду отдыхать на два месяца. Вернусь полным раком. И тут Рокутагин решил не испытывать судьбу и стал играть так, как он играет без видео. То есть, в углу. Не надо гнать, ты че меня перед Льми позоришь? Какой в углу? Я не играю в углу. Я мясо бегаю по ВЕшке, и там бегать надо. Это вот, сука, наговаривает на меня, да? Так вот, что делать с ливерами? Вот вопрос, который всех волнует. Как? Что? Почему? Как сделать так, чтобы никто случайно под горячую руку не попал? Я предлагаю, дорогие разработчики, мое предложение такое. Каждый раз, когда игрок выходит из матча, покинуть комнату, нажимает, либо альты в четыре, либо потери на соединение с сервером, мы ему, очень важный момент, даем возможность вновь попасть в эту комнату. То есть, как на РМ. Он заходит, и перед ним приглашение. Вы вышли из этой комнаты, хотите вернуться? И он говорит, да. И снова подсоединяется к матчу. Но если он этого не делает, он платит в три раза больше за ремонт, нежели обычно. Допустим, если он ливнул, его ремонт составил 150 варбаксов. Если он зашел, соответственно, после этого будет продолжаться все нормально, никаких штрафов к нему нет. Но если он ливнул капитально, и заходить в эту комнату больше не собирается, его ремонт составит 450 варбаксов. Что это дает? А очень просто. Это, с одной стороны, положит конец ливерам, потому что людям невыгодно будет ливать как-то бонусы за первую победу дня, что-то как-то не очень перекроет такой высокий ремонт. Это с одной стороны, да? Вот он, фарм Рокутагина, зажим резцы. Ну, может, да, зажимают, но еще посмотрим, кто тут больше нафармится, они или мы. В всяком случае, я на них точно сейчас нафармлюсь. И, с другой стороны, это такой метод позволит людям, которые вылетают случайно, у них проблемы с интернетом и так далее, снова вернуться в матч, и все. То есть, от этого никто не пострадает. Кто-то позвонил, отошел, я не знаю, там, потеряно соединение с сервером, ты можешь снова зайти и продолжить, и никаких штрафов тебе не будет. Зато ливеры вынуждены будут играть. Либо уж, если действительно тебя бомбануло, ну, у всех бывает, у меня тоже бывает, заходишь в комнату, игра не идет, видео, а видео надо быстро снять, я могу выйти из комнаты, ну, вышел и все, как бы, ну, ничего страшного, я заплачу эти 450 варбаксов, хрен с ними. Вот. Но для любителей ливать постоянно, а у нас есть игроки, которые ливают постоянно, они все время ливают, и тем самым портят всю игру своей команде, то есть, например, где-нибудь на подрыве, или, не знаю, там, на захвате на каком-нибудь. Блин, ребят, третий раунд всего начинается, а у тебя в команде вместо 6, 7, 8 человек, у тебя трое вместе с тобой, и против тебя вся команда противника. Кайфово играть? Да нет, конечно, это же не командный бой, это жопа полная. И все это благодаря ливерам. Поэтому именно так я предлагаю дорогим разработчикам бороться с этой проблемой. Утраивать, не удваивать даже, а утраивать цену починки для тех, кто вышел с матча и в него не вернулся. Мне кажется, это великолепный способ дать людям понять, что если ты в команде, опа, ливер вылез. О, я и говорю, ливер вылез, есть такое, да. Есть такое. Глубоко и надежно, капитально, в общем, можно пацанов наказывать. Опаньки. Мультикел. Готово. Что ты там говорил по поводу пофармиться? Ну вот, видишь, кто на ком еще фармится. Так, давай, давай, давай. Да блин, ну как так-то? Что-то свалом как-то я не знаю в последнее время. Как-то он... Ладно, просто бомбануло. Все нормально. Эх. Я всегда говорил, на ангаре играют только мазохистые. Такие, как ты, Рахутагин. Капитан Шевинус, а часто ты меня вообще на ангаре видишь? Не люблю эту карту, честно. Но суть-то у нас не в карте, а в том, что ливерам пора положить конец. Таково мое мнение, а свое вы можете оставить в комментариях. Если видео понравилось вам, было достаточно ритмичным, тяжеломелодичным и прикольным, ставьте лайки, яйки чешите, обязательный элемент. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. Увидимся с вами.